Добрый день, уважаемые коллеги. Еще Александр Иванович Савицкий, академик Савицкий, в 1947 году предложил так называемые малые признаки онкологического заболевания, которым он отнес слабость, похудание и потерю аппетита. Другой, наш великий академик, биохимик Шапот Владимир Сергеевич, в 1975 году высказал предположение, что опухоль – это ловушка глюкозы. Чуть раньше профессор Мищенко определил опухоль как ловушку и азота. Вот, в частности, что говорил Владимир Сергеевич Шапот о системном действии онкологического процесса на организм наших пациентов. В частности, вы видите, что и тенденцию гипогликемии, и нарушенную толерантность к углеводам, и усиленный катаболизм с истощением белков мышц. Арам Мартаныч Суджан писал о том, что кахексия у онкобольных принципиально не отличается от кахексии, от истощения при неонкологических заболеваниях. Каждый второй онкологический пациент имеет истощение. Признаки недостаточного питания наблюдаются у 30-87% пациентов, и частота этих нарушений зависит от локализации и стадии опухолевого процесса. В частности, при опухоли молочной железы матки от 30 до 40% больных, а при опухоли желудка и поджелудочной железы уже 80-90% пациентов. Это еще одно европейское исследование Европейского общества онкологов-гастроэнтерологов, где также показано, что рак желудка, рак панкреас и рак пищевода – это ситуации, при которых у 90% практически больных будет нарушение питания. В последнее время предложено понятие синдрома, анорексии, кахексии – это отсутствие или резкое снижение аппетита и потеря более 5% массы тела от исходной, если она сопровождается, что очень важно, снижением мышечной массы тела. Вот показаны здесь на слайде значимые изменения массы тела. За месяц – 5%, за полгода – 10%. Соответственно, потеря веса ассоциируется с повышенной летальностью онкологических больных. Это работа, где показано. И обратно стабилизация веса ассоциируется с более длительным выживанием, две шкалы, красная – это потеря веса, и срок жизни в днях жизни значительно меньше. В последние годы нашими французскими коллегами в 2008 году предложены критерии выявления недостаточности питания у онкологических больных. Это дефицит массы тела, видите, относительный риск 0,74, выраженная гипоальбуминемия и циреактивный белок крови. Нами в 2007 году предложено новое определение кахексии, существенным и определяющим признаком которой является системная воспалительная реакция в организме. Это наша статья в нашем журнале клинического питания, в третьем номере, в 2007 году. Через год, в 2008 году, в Европейском журнале клинического питания, рядом зарубежных авторов, предложено новое определение кахексии, включающее те же самые предложенные нами понятия, это такие заболевания, как рак, хроническое системное воспаление при сердечной патологии, почечной, дыхательной и так далее. То есть анорексия, системное воспаление, катаболизм, протеолизм. Вот на схеме схематично нашими зарубежными коллегами предложено. Значит, это тоже самое, но переведенная, да, схема, таблица, на которой видно, как развивается соответствующее истощение. Я не буду останавливаться на патогенезе раковой кахексии, которая здесь представлена, я думаю, что вы быстрее посмотрите и прочитаете данный слайд, мы перейдем с вами дальше. По мнению итальянского онколога-энтрициолога Алессандро Лавиано, очень мало клиницистов сегодня могут своевременно распознать раковую кахексию и эффективно ее лечить. Не так давно, 5 лет назад, предложена шкала КАСКО, кахексия-скор, которая предусматривает бальную оценку потери массы тела и тощей массы, мышечной массы тела, воспаление метаболических нарушений, работоспособность, анорексия и качество жизни. Вот показано, и мы сегодня должны использовать не выдуманные шкалы, а общепринятые в Европе, конечно же, шкалы, которые мы в своей практике применяем и используем. Очень простой подсчет по проценту потерянной массы тела, легкая, средняя, тяжелая, есть или нет потери тощей массы, воспаление, подсерективную белку, те же самые показатели, 5-10, 10-20 и более 20. И метаболические нарушения, альбумин, лактат, все, что возможно, посмотрите. И выделять 4 степени кахексии – легкую, среднюю или умеренную, тяжелую и терминальную. Стадии развития кахексии от прекахексии до кахексии необратимой кахексии, которая затем уже приводит к летальному исходу. Вот предложена нами таблица для определения прекахексии, начальной кахексии – это 5% потери веса и отсутствие саркопении и анорексии. Коя требуется только консультация нутрициолога или наблюдение специалиста. Выраженная кахексия и необратимая кахексия, при которой уже палеотивное лечение, если вот в этой стадии активная нутриционная поддержка и антикатаболическая терапия. И длительной жизни менее 3 месяцев. В прошлом году мы делали доклад и участвовали в Париже на 8-й международной конференции по кахексии и саркопении и потере мышечной массы. В этом году такая же конференция будет в Берлине, куда мы также направили свои материалы в декабре 2016 года. Саркопение – это понятие, которое предложил Ирвин Розенберг из США в 1988 году. От слов «саркос» – мясо и «пение» – недостаток. Европейский консенсус понимает под этим как уменьшение мышечной массы тела, так и снижение функции мышц. Вызванные различными причинами я оставлюсь только на злокачественных сегодня образованиях, потому что это и старческие, и другие изменения, которые, конечно же, приводят к развитию. Вот таких изменений – это наши пациенты. Это пациент этого года у нас в реанимации. Мы наблюдаем таких вот больных. Они поступают в таком состоянии, это не находится, они длительно поступающие больные. Саркопения является прогностическим фактором осложнений после резекции при раке желудка. И саркопения и воспаление являются независимыми прогностическими факторами при раке легких, также при другой патологии. Но не следует ориентироваться на индекс массы тела и фактическую массу тела. У многих больных сегодня раком масса тела в норме или даже превышает норму индекс массы тела, то есть имеется так называемое саркопеническое ожирение. Отсюда мы используем в клинике методы оценки компонентного состава организма – калиперометрию, биомпедансный анализ и двухэнергетическую рентгеновскую абсорбсометрию. Ну, самый простой метод, конечно, определения окружности мышц плеча и калиперометрия, но выполнен он в 2003 году в Германии, Урсулой Килле. Крупное клиническое исследование, это около 2000 больных, показано, что для диагностики недостаточности питания у больных недостаточно только определения массы тела и сыворочного альбумина. Всем больным рекомендовано проводить биомпедансное исследование. Вот это простые приборы, которые мы имеем у себя в клинике, в частности прибор МЕДАС, есть и другие аналоги. И вот показано здесь нами, как можно определить по потере тощей или безжировой массы тела, если потеряно 10% или 20%, эти больные операбельны и может проводиться сиппинг гиперкалорическими смесями. Если потеря 30% и более безмышечной массы тела, больные неоперабельны и назначается парентеральное питание. По данным Вретленда и Суджана, потери 30% белков организма необратимы и ведут к смерти, поскольку сопровождаются полиорганной недостаточностью. Мы также имеем в нашем университете северо-западном прибор двухэнергетической абсорбсометрии и определяем все показатели. И вот критерии европейские 2015-го года, 2014-го, это сооза биола. В частности, критерии саркопения – это окружность мышц плеча менее 19 у женщин и 21 у мужчин. По биом-15 анализу индекс тощей массы тела определяется, а не просто индекс массы тела. По ДЕКСИ – скелетно-мышечный индекс 5,45 и пояснично-скелетно-мышечный индекс по МРТ или компьютерным томографическим исследованиям. Мы предложили в 2000 году, и это было определение нашей докторской диссертации, нутриционную поддержку, понятие, включающее как энтеральное, так и парантеральное питание. При выявлении у больного саркопении для предупреждения развития раковой кахексии больным необходимо проведение своевременной адекватной нутриционной поддержки. Онкологическим пациентам назначаются энтеральные смеси, методом сиппинга. У пациентов в терминальной стадии. Если продолжительность жизни ожидаемой составляет менее 4 месяцев, парантеральное питание по этическим мотивам не проводится. Сегодня мы имеем большой спектр энтеральных смесей. 100 грамм любого энтерального питания соответствует 500 граммах полкилограмма мяса. Это оптимальная формула онкологической энтеральной питательной смеси, что она должна содержать в калорическом эквиваленте, здесь показано на слайде. Сиппинг – это прием специальной смеси маленькими порциями по 100-200 мл в час. Ну, в частности, энтериком, дринк плюс, 4 вкуса, учитывая нарушение вкуса, гевгезию у онкобольных. Я обращу внимание на соотношение омега-3 и омега-6. Здесь 1 к 3. Лучшим составом является суппортан, у которого соотношение 1 к 1,5, то есть приближается уже к единице в пользу омега-3. Но, конечно, лучше всего прошур было бы, потому что у него соотношение рыбьего жира 3 к 1, то есть уникальное сочетание для онкобольных. Фортикер с сочетанием 2 к 1, даже я видел сегодня на выставке, 1,3 к 1 приводит фирма, которая его представляет. Но категорически нельзя использовать нутридринк, потому что соотношение 4 к 1, даже 5 к 1, нутридринк – компакт протеин. 14 граммов белка – это хорошо, но соотношение омега-3 и омега-6, и эта смесь по составу той же компании никак не подходит для онкобольных. Посмотрите, и мало белка, и отсутствие омега-3 кислот, а это и есть противовоспалительное лечение. То есть мы, конечно, этим больным должны назначать в 2 раза больше, в 1,5 раза больше белка на 50%, и омега-3 жирная кислота, и соотношение омега-6 и омега-3 не соответствует никаким параметрам. Очень хорошая статья вышла в прошлом году Хомяковой Ремошиной по предоперационной подготовке онкологических пациентов. Она должна начинаться за 3-4 недели до операции, то есть в поликлинике, сиппинг готовых жидких энтеральных смесей с поликлинического этапа. Пишут эти авторы. В этом году мы уже присутствовали на конференции «Фасттрек» в Москве. 19-й съезд хирургов принял в феврале этого года рекомендации по ускоренному восстановлению после плановых хирургических вмешательств, которые предусматривают ранее начало энтерального питания, через 2-3 часа прием жидкости, и в первые сутки прием энтеральной смеси после операции. Если раньше вот так выглядели наши больные в реанимации, то сегодня мы имеем вот такую картину. Это эра сиппинга, уже анизондового питания. И, конечно, сегодня началось эра иммунного питания, потому что все хирургические больные, независимо от нутриционного статуса, то есть имеющие истощение или не имеющие, должны при раке головы и шеи, опухоли брюшной полости, получать по категории А, только иммунное энтеральное питание за 5-7 суток до операции по европейским стандартам по энтеральному питанию и 5-7 суток после операции. Это категория С, но вот это категория А уже была. Мы имеем сегодня в России 6 иммунных смесей в нашей клинической практике, мы их используем. Они содержат нуклеотиды, аргинин, глутамин и другие. Вот состав приведен, конечно, наиболее оптимальная формула, это импакт Арал и импакт Энтерал, разработанной компанией, Сандос все время, сейчас это другая компания, но мы не будем заниматься рекламой, потому что главная это суть компонентов, аргинин, глютамин, нуклеотиды и омега-3 жирные кислоты, которые, соответственно, активизируют иммунную систему организма. Ну вот тоже состав я быстро покажу, не буду останавливаться. Здесь большое количество нуклеотидов, аргинина, глютамина. Частота послеоперационных осложнений после операции колоректальных по поводу рака остается довольно высокой, 20-30%, и поэтому, а послеоперационное осложнение, это дополнительные 7 дней антибиотикотерапии, 16 суток лечения в больнице и от 2 до 10 тысяч евро затраты, повышенная летальность. Поэтому вот здесь показано французские исследования профессора Дешилот, без иммунного питания сокращение осложнений у онкологических больных, интенсиональный рак в 2 раза на 50%. Это работа из Италии. Здесь, соответственно, тоже сокращение практически в 2 раза, опять же, колоректальный, панкреатический рак. А вот развитие сепсиса, работа из Италии, опять же, при парентеральном питании гораздо выше, чем при стандартном энтеральном питании, и тем более самое низкое – это иммунное энтеральное питание. Инфекционное осложнение в реанимации, опять же, гораздо ниже, и летальность, и летальность гораздо ниже, если используется не обычная энтеральная смесь, а специализированная иммунная энтеральная смесь. Длительность вентиляции на 4 дня меньше, и лечение, опять же, меньше. Иммунное питание позволяет сэкономить 1700 евро на одного пациента. Сегодня мы также имеем большой спектр фармакологических препаратов для лечения саркопении, кахексии. Включаются и противовоспалительные препараты, и стимуляторы аппетита, и анаболики обязательно. Стероидные гормоны с целью уменьшения воспалительной реакции. В частности, мы используем мегистрол и ацетат. Палеотивным больным – это, конечно же, обязательный компонент лечения. Синтетические аналоги тестостерона. Аналоги – это препараты типа ротоболила. Они действуют на мышечные клетки и стимулируют образование мышечного белка, поскольку летальность напрямую ассоциируется с снижением тестостерона крови. Есть нестероидные препараты, в частности, л-карнитин, который не только активизирует альфа-глюкортикостероидные рецепторы, но и повышает анаболические гормоны, тестостерон крови. Инсулиноподобный факт роста 1 – это работа последние годы Кремера, Алекси. Показаны у онкологических больных л-карнитин работа Громиньяна, Сильверио-Лавиана, Магеду, как, в частности, в журнале «Саркопения в кахексии и мышцы». При раковой кахексии действие л-карнитина на снижение оксидативного стресса и хронического воспаления. Это переведенная та же самая схема – действие л-карнитина. Сегодня мы имеем препараты, причем парентерального введения, л-карда, внутривенного введения, внутримышечного введения и пероральные формы. Это наши данные, наша статья, публикованная в Аковском журнале, да, все время. Увеличение мышечной массы тела и жировой массы тела, оно и различное. При раке второй стадии, видите, преимущественно увеличивается и жировая мышечная масса, а третьей, четвертой стадии, в основном, тощая масса тела, что является положительным, конечно, признаком, мы также получили патентное изобретение «Способ определения прогрессии рака органов брюшной полости» в 2013 году. Полина Александровна Янковская и соавторами, значит, изменения в компонентном составе организма, определяемые с помощью биоэмпинациометрии, отмечаются раньше клинической и рентгенологической манифестации рецидива опухолевого процесса. Это после радикальных операций. То есть проводилась больным в последующем мультиспиральная компьютерномография. Вот эти изменения происходят, нами выявляются гораздо раньше, и изобретение такое, патент нами получен. Качество жизни паллиативных больных раком на 50% определяется их питанием или снижением массы тела, то есть саркопении. Это работа Паула Раваско из Португалии, Лиссабона, где показано, что ни хирургическое вмешательство, ни химиотерапия так не влияет, как локализация процесса, потеря массы и питания. За рубежом функционирует система домашнего парентерального и энтерального питания, и в Европе и США больные раком составляют от 40 до 50% получающих на дому энтеральное и парентеральное питание. Если сравнивать годовую выживаемость, то, конечно, она сравнима и она очень похожа. Парентеральное 28, энтеральное 32. Но, конечно же, энтеральное питание гораздо дешевле и вызывает гораздо меньше осложнений, которые связаны с парентеральным питанием. Нутриционная поддержка больных раком улучшает аппетит, уменьшает анорексию, предупреждает потерю массы тела, саркопению, кофексию, увеличивает длительность и качество жизни больных. И мне хотелось бы закончить фразой моего друга, профессора из США, Роберта Мартиндейла, который сказал, что В лечении рака более важно добавить жизнь годам, а не только годы жизни. Спасибо за внимание. Сегодня, конечно, в больнице должен быть врач-нутрицолог. Я еще раз в этом сегодня убедился. Спасибо. 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 Спасибо.